Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком». 11 том. Вопрос 2441. Вы как-то отвечали на вопрос, отчего такие правители в России хапуги и глупые, что не любят свою страну и разоряют свой народ, что будто бы кто-то из пустынников молился Богу о том же и получил ответ. Дал бы хуже, да не нашлось во всей России. Это просто рассказ или был исторический случай где-то? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Книга профессора А.В. Карташова «Вселенские соборы», страница 476. У хронографа Дорофея Монавассийского записано такое сказание об императоре Фоке. Кавычки открыты. Один богоносный муж, имеющий дерзновение к Богу, слыша о царских злодеяниях, возопил к Господу. Господи Божий, за что ты прогнился на народ свой и поставил такого царя-тирана? За что такое наказание? Чем провинился народ твой, что ты предал его власть такого кровожадного волка? Кавычки закрыты. И было это в богоносном мужу от Бога откровение? Кавычки открыты. Много я старался найти царя похуже, чтобы наказать народ за его своеволие, но не мог найти хуже Фоке. А ты вперед не искушай судеб Божьих. Фока был полковником, но сверх доброго императора Маврикия и казнил его и пять его сыновей, жену и дочерей. Осия 13 глава 11 стих. И я отдал тебе царя в огневе моем и отнял в негодование моем. Исайя 59.2. Но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Иезекииль 36.31. Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших, и почувствуйте отвращение к самим себе за беззаконие ваши и за мерзости ваши. Книга Судей 3.12. Сыны Израилевы опять стали делать злое перед очами Господа, и укрепил Господь Иглуна, царя Малавицкого, против израильтян за то, что они делали злое перед очами Господа.